Дмитрий Томилин. Родился в 1969 году. Окончил Воронежское хореографическое училище, Российский институт театрального искусства. Был солистом Государственного ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, режиссером творческого объединения «Рапсодия» Московской областной государственной филармонии. С 2012 года возглавляет Московский институт театрального искусства имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Является руководителем и соавтором проекта Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС. Дмитрий Валентинович — почетный работник культуры Москвы, член Союза театральных деятелей и Российской муниципальной академии. Награжден именной благодарностью президента России Владимира Путина и медалью за заслуги в области науки, культуры и здравоохранения. Дмитрий Валентинович, добрый день. Институт театрального искусства, который вы возглавляете, с 2017 года проводит фестиваль театральных школ стран БРИКС. Как он влияет на развитие искусства театрального и вообще сферы культуры Индии, Китая, ЮАР, Бразилии? Ну, вы знаете, роль его, в первую очередь, это в некой такой общественной дипломатии, когда молодые люди все вместе встречаются, узнают друг о друге. Много интересно не только то, что, значит, в Москве живут абсолютно добрые, приятные люди, потому что фестиваль проходит в Москве, но, самое главное, они узнают друг о друге многом, потому что наши ребята тоже мало что знают о Бразилии, об Индии, о Китае, о ЮАР и о присоединившихся сейчас странах к БРИКСу, которые в этом году к нам приедут из Ирана, из Саудовской Аравии, из Арабских Эмиратов. Поэтому вот этот культурный обмен, вот это такая, значит, история, когда они друг с другом разговаривают на одном языке, на своем молодежном, потому что какие бы они ни были, они все одного возраста и они очень хорошо коммуницируют друг с другом. Вот это главная особенность, а то, что они коммуницируют именно в той сфере, которая им всем интересна, то есть в сфере, значит, актерского искусства, в сфере театрального искусства, это, наоборот, дает еще больший толчок к их сближению, к сближению молодых людей из разных стран. И вот то, что вы говорите, с 17-го года проводим, у нас уже есть образовавшиеся пары молодых людей, которые, значит, вышли замуж, поженились, уже даже дети народились. Кто-то уехал в Киптаун, кто-то уехал в Сан-Паулу из наших девочек в основном. В общем, девчонки нашли свою судьбу в других странах. Ну, а то, что они узнают о том, как обучают разным приемам актерского мастерства в Бразилии, в Индии, в Китае и ЮАР, это тоже, я думаю, дает им некое преимущество при игре на сцене, потому что они могут применить там тот или иной прием, который у нас не существует в русской драматической школе. И наоборот, ребят, которые к нам приезжают из стран БРИКС, они могут применить те приемы русской драматической школы или системы Станиславского, которые мы, соответственно, пропагандируем. Вот как раз чем отличаются спектакли, которые вы из года в год видите в качестве, допустим, дипломных спектаклей у студентов, Института театрального искусства и вот как раз работы, с которыми ребята, студенты ведущих вузов стран БРИКС приезжают в Москву на фестиваль. Чем они отличаются и чем они похожи друг на друга? Ну, они, вы знаете, они мало чем отличаются. Я бы сказал, они отличаются тем, значит, количеством времени и, значит, средств, которые в них вложены. Да, то есть если приезжают делегации из стран БРИКС, то там видно, что потрачено достаточно много времени на репетиции, на костюмы, на подготовку, на оформление, на атмосферу. То есть они везут уже такой осознанно серьезный продукт. Вот. У нас в этом плане тоже тот спектакль, который мы готовим к БРИКСу, он тоже очень хорошо, значит, подготовлен, сделан, одет, обут, обшит. Но вот все, что остальное, значит, происходит между вот этими показами, когда идут какие-то сценки, актерские тренинги, репетиции, вот здесь они все одинаковые. Все, значит, кто-то очень сосредоточен, кто-то, наоборот, все время опаздывает, кто-то текст забывает, кто-то, наоборот, значит, хочет впереди всех что-то говорить. В общем, они все одинаковые, на самом деле. Просто выглядят по-разному. Ну вот имена Константина Станиславского, Михаила Чехова известны по всему миру. Насколько востребована русская традиция, драматическая в странах БРИКС? И насколько понятна она вашим коллегам, педагогам? Ну, конечно, помимо студентов приезжают же профессоры. У нас делегация обычно состоит из 10 студентов и двух профессоров в вузы, которые мы приглашаем. Все они очень заинтересованы в приезде именно в Москву, потому что мы многократно предлагали провести фестиваль, допустим, в Сочи, там, в Санкт-Петербурге, в Казани. Они говорят, нет, нам надо в Москву. Мы вот нам хорошо, и нашим студентам хорошо, что он проходит именно в Москве, потому что здесь как раз находится музей Станиславского, здесь находится МХАТ имени Чехова, здесь находится домик Чехова. То есть здесь очень много объектов, которые они изучают. Они изучают, и они все согласны с мыслью, что метод Станиславского очень важен для обучения актеров, особенно он важен для тех, кто, как вам сказать, сам больших звезд с неба не хватает. То есть этот метод Станиславского, ну, есть поговорка, что каждый педагог сам себе Станиславский, и что его метод, он придуман именно для тех, таких не очень уверенных в себе людей, которые в чем-то нерешительны, в чем-то, значит, систематизируют свой подход к предмету, к профессию. И вот именно здесь система, она очень, или даже сказал бы не система, а метод Станиславского, он очень рабочий. Очень рабочий, и поэтому все его желают изучать. Бывают случаи, когда приезжает из Мумбаи, приехал к нам режиссер, и в процессе конференции он говорит, что то, что вы сейчас рассказали, это придумал я. Мы говорим, почему вы? Он говорит, ну, все, вот у меня диссертация написана в Индии, вот видите, все за... Мы говорим, нет, это... Речь шла о малом и большом круге внимания. Из метода Станиславского. Он говорит, нет, это вообще в начале века придумано, еще вы не родились, когда это было придумано. В общем, мы заспорили, в результате мы поехали в музей, подняли рукописи, где, значит, не просто напечатано, а ручкой написано вот эта история. Он был очень удивлен. Он говорит, я думал, что это я придумал, я клянусь вам, говорит. Ну, такие бывают ситуации, да. Или там же трудность в чем. Метод переводит на английский язык. Михаил Чехов как раз его переводил. И потом уже с английского языка он распространялся на другие языки. И там большие потери. Большие потери смыслов. И поэтому, когда они приезжают сюда и в оригинале читают те или иные упражнения, те или иные рассуждения, то они для себя находят очень много нового и иногда даже противоположного, чем то, что переведено. Какие-то еще открытия для себя делали участники, приезжающие на фестивали? Вот как раз примеры, которые вы рассказали. Может быть, китайская делегация тоже для себя что-то открыла или какой-то другой страны делегация. услышав из первых уст практически о традиции, может быть, русской, или, может быть, они что-то для себя другое взяли и начали использовать. Вы знаете, в этом плане китайцы, что Центральная академия драма из Пекина, которая сначала у нас участвовала, потом к нам стал приезжать Шанхайский драматический институт. Вот они, пожалуй, единственные такие школы, которые мало используют русскую драматическую школу в подготовке своих студентов. Они рассказывают о методе Станиславской как одном из. Они привозят в основном свою методологию, которую мы стараемся брать у них, особенно с точки зрения пластического воспитания. Много очень... Я просто говорю вам об этом, потому что сам преподаю парную акробатику ребятам, или там дуэтный танец, там, где много поддержек, где много акробатики. Вот наши ребята из сборных по спортивной гимнастике, по акробатике, вот они берут наработки китайцев, потому что там уникальные наработки у них. А наши люди, которые связаны с искусством, с танцем, я не знаю, с балетом, с хореографией, мало кто берет наработки китайцев, ну, считают, что там... Ну, если брать балет, то там западноевропейская школа балетная, там считается эталоном танцевального искусства, хореографического искусства. Но это не совсем так. Восточный классический танец, ему намного больше лет, чем западноевропейскому. Поэтому у них наработки, связанные с телом, уникальные. И вот пока только в спорте у нас это берется, в биомеханике, в спортивной, в частной биомеханике. Ну и... А в искусстве я это мало видел. Ну, мы стараемся у них брать какие-то моменты, связанные с акробатикой, с такими элементами. А финальным спектаклем фестиваля 2024 года выбрана сказка о рыбаке и рыбке Пушкину. А почему был сделан такой выбор? Ну, во-первых, юбилей Александра Сергеевича Пушкина. Во-вторых, всегда мы сталкиваемся с трудностью при выборе произведения, особенно русского произведения и русских авторов, которое переведено хотя бы на английский язык. Потому что у нас, на самом деле, очень мало наша литература переведена. Я уж не говорю про испанский, португальский, японский, китайский, хинди-инглиш и прочее. Хотя бы на английский язык, чтобы было переведено, чтобы люди могли прочитать. Или знали, о ком речь идет, понимаете? Вот островский, мы все знаем островский, все его стараются, а иностранцы вообще не знают, кто такой островский. Я говорю, ну как то, что это? А я говорю, мы не знаем. Мы не знаем. Он говорит, мы, конечно, вы можете прислать нам переведенные тексты, а это же огромная работа, перевести на другой язык, там, произведения. Поэтому, конечно, начинаешь искать произведения, которые уже переведены. А Пушкина знают? Пушкина, Достоевского, Чехова, все знают. Вот сейчас Пушкин. Но у Пушкина опять проблема. Тоже не все произведения. Вот сказка о старухе и старике переведена. Жил да был старик со своей старухой у самого берега моря. И у них очень много в их эпосах это перекликается. У них тоже есть сказки на эту тему, когда человек от жадности остается ни с чем. Поэтому у нас в конце каждого фестиваля все профессора, которые приезжают, вся профессура садится за круглый стол и голосуют, какое произведение на следующий год. Все проголосовали за Пушкина. Потом стали перебирать произведения. И оказалось, что всем известное произведение это про золотую рыбку. И решили взять в это произведение. А как вообще финальный спектакль фестиваля выглядит? Кто его делает? Когда он показывается? В этом году у нас будет два режиссера. Обычно это всегда наш режиссер российский. Он всю неделю сидит, отсматривает, что привезли, какие отрывки привезли разные страны. И там себе записывает, делает сценарный план. И потом мы один день это все репетируем. Он это все собирает в кучу. Получается целый спектакль, который называется «Мы играем вместе». И мы его вечером показываем. То, что получилось, это иногда такая может быть даже в чем-то импровизация. Сами понимаете, целый день репетировать. Все на разных языках, все в разных ролях. И всегда вечером это с интересом проходит. А в этом году будет двое. Вот будет как раз режиссер из ЮАР Пол Гриффитс и наш Алексей Шумилин. Они вдвоем будут делать. Ну, а на открытие и на закрытие на концертную программу у нас еще один режиссер. Это у нас Наталья Громушкина. Она у нас открытие и закрытие делает в фестивале. Вот так. А помните первый такой финальный спектакль, когда вот это был бы прям первый опыт, когда нужно было собрать такую масштабную работу еще и с участниками из разных стран? На фестивале? Ну, конечно. Это самый первый у нас фестиваль. В 17-м году он посвящен был Шекспиру, рулями Шекспиру. Мы изготовили точно копию сцены театра «Глобус». Вообще, Шекспир творил для уличного театра. И театр «Глобус» это был уличный театр во времена Шекспира. Сейчас он там закрытый тогда. Ну, вот мы сделали ту сцену, которая описывалась в аннотациях к спектаклю Ромео и Джульетта там с восемью входами-выходами на сцену. Размер точный, планшет. Ну, и все привезли. И когда делали спектакль, у нас на сцене было одновременно три Джульетты, три Ромео из разных стран. И вот тогда был как раз... Ну, тогда еще был жив Валентин Васильевич Тепляков, Царство Небесное, который предложил идею создания этого фестиваля. И тогда это он делал. То есть у нас было большое шествие. Делали мы это на ВДНХ. Так же, как в этом году. Мы на этом году тоже планируем сделать на ВДНХ наш фестиваль. И первый наш фестиваль тоже был на ВДНХ. Там всегда действие начиналось с шествия. То есть сначала мы собирали публику. Потом так же, как в Театре Глобус, артисты поднимались на сцену, одевали на себя разные костюмы, вешали таблички. И начиналось действие. На сцене фехтовали. Потом спускались в зал, танцевали со зрителем. Не знаю, вы не знаете, ведь раньше портер, то, что у нас сейчас считается таким прям очень элитным, раньше это было стоячие места для простых горожан. А это в постоялых дворах происходило, откуда понятие итальянской коробки такой, да? А вот билетаж как раз, балкон, там второй этаж заполняло как раз знать. Они там сидели на балкончиках, смотрели. А внизу портер, он всегда там люди стояли. Поэтому сцена была высокая. Не как сейчас, а такая вот высокая, выше человеческого роста, чтобы всем было видно. И все действие послужило. Потом очень часто спускались народ, там начинались танцы, все возможное. Но тут все мы воспроизвели первым своем. и потом мы, кстати, с этим спектаклем путешествовали по всем паркам Москвы, Департамент культуры. Организовал нам такой тур, назывался Шекспир в парках Москвы. И мы все лето ездили по разных паркам, показывали этот спектакль. Как зрители реагировали? Да всегда замечательно. Всегда замечательно. Зритель любит, когда поют и танцуют, и там двигаются, когда какое-то действие происходит. Зритель начинает скучать, когда идут длинные такие драматические монологи. Вот здесь, конечно, народ начинает потихонечку расползаться по парку. Люди пришли отдыхать. А когда на сцене все прыгают, кричат, шумят, поют, все, наоборот, собирается вокруг сцены огромное количество людей. Получается, у фестиваля этого года границы расширяются, как вы уже сказали, на ВДНХ планируется провести фестиваль. Какие вообще планы и ожидания есть от фестиваля этого года? Помимо того, что мы сохранили все делегации, которые раньше к нам приезжали, и они к нам приезжают семь лет подряд, в этом году еще присоединяются, мы ждем очень интересный театр из Рассельхайма, из Эмиратов, очень интересные делегации из Северной Кореи, там всего четыре участника и восемь сопровождающих. Значит, они что-то будут такое интересное показывать. Вы, получается, заранее не знаете, что они будут показывать, вы знакомитесь в целом с работами театра. Мы не знаем, что они привезут на презентацию своего института. То есть, у них есть задача привести эпизод или целиком, или эпизод по теме фестиваля, а дальше они привозят презентацию своего вуза. И вот эта презентация, это всегда что-то интересное. Ваше детство и ваша юность связаны напрямую с хореографией. И, насколько я знаю, один из таких способов воспитания артистов в Академии танца Моисеева, вы в каком-то своем интервью об этом рассказывали, это вот метод работать на пределе своих возможностей каждый день, каждое выступление и так далее. Насколько, как вам кажется, этот метод эффективен и насколько он используется сейчас в странах, допустим, Прикс с иностранными студентами? Единственный пример это, конечно, китайские делегации. Вот они также все в полную ногу, как у нас говорят в хореографии, все работают в полную ногу. Даже если у них репетиции, они все делают так, потом будет на спектакле. То есть у нас даже наши ребята, студенты, российские студенты, на репетируют, они все-таки в полножки, не особо напрягаясь там делают что-то и я вечером сделаю, как надо. А сейчас это вдруг голос сорву или еще что-нибудь ногу подверну. Вот они нет, они в полную ногу это все делают. В Ансаме Моисееве да, Игорь Александрович Моисееве вызывали хозяин и поэтому была такая при хозяине только иногда на репетиции уставали больше, чем на концерте. Потому что все по несколько раз и в полную ногу. По-другому никак. вот если ты начинал плохо работать, тебя тут же меняли. А там на каждую роль по пять составов. Все это заставляло артиста выкладываться. Вот это достаточно уникальная такая система, которая... А сейчас нет, сейчас такого нет. Обычно дублей на составах очень мало. В основном всегда один состав. Ну, раз ты один, то не особо тебе и страшно. Куда деваться директору, режиссеру? Заменить-то тебе неким. Ну и тем не менее, как вы спрашиваете со своих студентов сейчас? Вот лично я, я всегда делаю дубль. У меня всегда два состава. Вот. Именно вот исходя из той школы, которую я прошел в ансамбе Моисеева. Всегда два состава. Если человек начинает филонить, я их просто меняю местами. Извини, пожалуйста, ты, наверное, устал. Пускай он поработает, ты пока передохни. И все. И это всегда дает положительные результаты. Вы, как танцовщик, в юности добились больших результатов. Вы отличались от других артистов, в том числе вашими коронными трюками. Вот с чем можно сейчас, когда вы уже, скажем, за кадром находитесь, сравнить вот тот фурор, который вы наверняка испытывали, когда стояли на сцене и слышали аплодисменты зрителей. Я сейчас тоже очень люблю стоять на сцене, чтобы зрительный зал аплодировал. Когда ты вышел на сцену, на тебя смотрят там тысячи, иногда две тысячи, три тысячи, там в Кремле пять тысяч человек. А хороший артист, кстати, Станиславский об этом тоже писал, у него это называется лучи испускания. А на самом деле это такое устанавливается некая связь со зрительным зале. Если ты берешь такую паузу, внимательно смотришь зал, а зал смотрит на тебя вот этой многотысячным количеством глаз, у тебя вот такая устанавливается некая связь, и потом ты начинаешь двигаться, да, и все на тебя смотрят, и ты сразу чувствуешь, нравится зрительному зала то, что ты делаешь, или не нравится. Мгновенно передается. И если ты чувствуешь, что то, что ты делаешь, зритель воспринимает, положительно, ему нравится, ты усиливаешь впечатление, и зрительный зал начинает тебя аплодировать, и браво кричать. И, конечно, когда ты стоишь и купаешься не только в аплодисментах, но и вот в этом эмоциональном дожде эмоций, потому что от зала идет вместе с рукоплесканием еще и эмоциональная такая отдача. И вот это вот чувство, оно хочется испытывать постоянно. И, конечно, когда ты перестаешь выступать, танцевать, хочется повторить, поэтому уж что дело, приходится выходить и долго что-то рассказывать, чтобы тебе похлопали. Ну, а чего вы еще получаете удовольствие в вашей сегодняшней работе? Преподавание, там, тоже спектакль ставлю. Вот продюсерской какой-то деятельностью занимаюсь, потому что успешно вывести спектакль на гастроли, да, и не провалиться, это тоже тоже дает очень эмоциональный заряд. Желаем вам удачи. Спасибо. Вам и вашему институту. Да, спасибо. Спасибо большое за разговор. Да, вам спасибо за интервью. Спасибо.